Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Анастасия Карасева. Я являюсь партнером компании «Финни Води Ген». Сейчас вам коротко, вкратце расскажу историю, для чего я решила записать этот ролик. 5 лет своей жизни в месячных 23 года я посвятилась на Пакан и проработала в Ормэн. Спустя 5 лет я доверили была и ушла в 5 лет по следующему Ормэн. Сейчас моему ребенку подходит в Новый год. Насколько вы знаете, я работаю в Ормэн. Моя подруга, с которой мы работали в переднейшем университете, ушла в другую университет, работать менеджером в Ормэн. Ну и как вы все знаете, как у страны у нас праздники новогодние, свиты отдыхают. Ну она мне звонит, это за радиоценку, хоть и выручи, работать некому, выйди по работе, пожалуйста, на месте. Вот мы на новогодние праздники тоже. Я говорю, хорошо, выхожу. Сегодня 50 января, завтра, если завтра уже выходят все на работу, то есть последний праздничный день. Я в шоке. Я просто в шоке. Вы спросите, чего? Сейчас, в данном моменте, я нахожусь на этой работе. Последний сегодня день моей с ними. Кинотеатру этому почти 50 лет. Два раза старше меня, чем я. 60 лет новогоднего. Вокруг меня стоят три обогревателя, так как это здание уже требует полного конкретного ремонта. Отопление нулевое. Есть три обогревателя на любом. Отношение поганное. Я проработала здесь, наверное, на сегодня 3-4. Подошла к директору, говорю. А вы не хотите повысить свою стратегию контрплаты? На что он мне начали стоять? С чего я буду повышать зарплаты? Я жадна. Я не буду вам поделать. Я это сказал директор. Здесь девчонки работают на барах. Если вы знаете, что в твое театр работают до 12 ночи, до 1 ночи. И работают два через два в такой халатреке. Вы знаете, на сколько? На 12 тысяч рублей. 12 тысяч потратить, чтобы заработать, точнее, чтобы потратить свою здоровье, отходить придачу. Я за этот месяц планировала два раза. Мой ребенок сидит постоянно с бабушками, потому что вышла в выручу подругу. Я попросила, на это согласились. Но ребенок страдает от того, что я привожу к бабушке, отставляю и ухожу. Стратить свою здоровье не будет. На работу ездила на машине, но иногда бывала на автобусе, а это стоять на остановках можно. Это столько нервов, это столько сил, ноль положения. А к чему тогда вам работать? Вот скажите мне, за такое спортское отношение, в котором нету неуважения сотрудников медицинских, главное, чтобы были выручки, главное, чтобы были на работе. А все остальное не важно. И я в очередной раз увидела, что работа по найму – это лохотрон. Лохотрон, который просто будет жизнью людей, который разводит людей так, что они попадают в эту пирамиду, которая просто уничтожает наше общество. Я считаю, что работа по найму – это уничтожение себя как личных людей. Задумайтесь над моими словами и предспомните, что такое пирамида. Пирамида – это ваш директор, банк директора, гугл-директоры, менеджеры, следующее взгляну пошло. А дальше тут уже сотрудники. Вам ничто не напоминает, что это пирамида. Это лохотрон. Я вас поздравляю, и вы в него попали. Это печально. А я нашла способ зарабатывать не в пирамиде, и не в лохотроне. И зарабатывать дома, рядом с доченькой, не морозаясь, не стоя на остановках, в тепле, с чашкой кофе. Если вас почему-то попустил этот ролик, действуйте и принимайте решение. Только от вас делитесь так, как вы будете жить. И только от вас делитесь и будущее ваших детей. Пока детки наши маленькие, нужно уделять им гораздо больше внимания, чем у детей. Потому что, когда дети вырастают, уже не дождешься, что ты поцеловал, обнял, и привозкал, и сказал, что тебя доверят. Дорожите тем временем, которое сейчас у вас есть. Берегите тех, кто у вас сейчас есть. Я уверена, что ваша жизнь изменится. Так же, как и партнеров компании, какие-то, какие-то. Мы ждем вас по нашу команду, команду успешных. Меняйте все. Городите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!